Торжественная церемония проводов призывников проходит под звуки военного оркестра. Ветераны дают напутствие молодым военнослужащим. На каждое поколение ложится ответственность за будущее своей страны и народа. А сейчас она ложится на плечи срочников. Сауле Бабашева провожает сына в армию. Новый проект Министерства обороны подогрел интерес 19-летнего Мохамбета. Военный билет как шанс получить высшее образование без дачи ЕНТ. Призывник мечтает стать квалифицированным хирургом. Долг каждого мужчины – идти в армию и служить родине. Если мы, молодые люди, не пойдем в армию, кто защитит нашу страну? Я хотел бы сказать молодежи, что лучше выполнять свой долг перед страной, чем убегать от армии. После того, как получу военный билет, хочу стать хирургом. Мой сын сам решил защищать родину. Я была против, у него нет отца. К тому же он получил какую-то травму головы. Но в итоге я поддержала решение своего сына. В этом году это первая отправка призывников в ряды вооруженных сил. 40 новобранцев будут служить в Кунайском гарнизоне. С этого года министром обороны заключен 46 высшими учебными заведениями меморандум. На основании требований меморандума бойцы, которые прошли 12 месяцев службу в рядах вооруженных сил, они бесплатно, без дачи экзаменов, НТ могут поступить по выбранной профессии в любое учебное заведение. Также они могут быть зачислены в ряды военных кафедрах, где имеется высшее учебное заведение, и получить первичное воинское звание лейтенант, офицера запаса. Весенняя призывная кампания началась в этом году 1 марта и продлится до 30 июня. Мы проводим работу. Многие хотят слушать в армии. Мы будем отслеживать безопасность призывников на расстоянии, всегда на связи с гарнизоном в Кунайве. Перед тем, как отправить юношей в армию, мы полностью проверяем их здоровье, а также они проходят осмотр у психолога. В рамках весенней призывной кампании из Шымкента призвано порядка 200 юношей от 18 до 27 лет.